19 января Православной Церковью празднуется Крещение Господне или Богоявление. Это один из самых древних праздников в христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Считается, что в этот день крестится, обретая священные свойства, любая вода. Отсюда пошел и главный обряд праздника – купание на крещение. Администрация Северского района сообщает, что традиционные в этот день крещенские купания будут разрешены в строго отведенных местах, там, где будут дежурить спасатели и машины скорой помощи. Официально крещенские купели и ордани будут организованы в четырех поселениях нашего района. В станице Северской в клубе загородного отдыха, в станице Азовской на Соленом роднике, в поселке Ильском на пересечении улиц Демьяна Бедного и Крестьянской и в станице Новодмитриевской возле храма Успения Пресвятой Богородицы. Совершить обряд омовения могут все желающие 18 января с 23.00. Следует помнить, что окунаться в ледяную воду можно только подготовленным людям, не имеющим хронических заболеваний. В противном случае крещенское купание может привести к обострению болезней и даже к опасным для жизни состояниям. Помимо этого недопустимо купание в нетрезвом виде. Кроме купаний в храмах проведут обряд освящения воды. Крестьянские мероприятия 18-19 января пройдут также во всех приходах Русской Православной Церкви на территории района. В Григорьевском сельском поселении прошла открытая сессия совета. На сессии присутствовали руководитель муниципалитета Адам Джерим, глава Григорьевского сельского поселения Сергей Ливенцев, депутаты районного и поселенческого совета, представители всех служб и ведомств, а также актив поселения. В начале встречи с докладом о работе администрации Григорьевского сельского поселения выступил его глава Сергей Ливенцев. Приоритетные направления работы местной власти – это благоустройство, наведение санитарного порядка в населенных пунктах и территориях поселения, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и другие. Также жители смогли задать вопросы руководителю и представителям служб и ведомств. Они касались различных сфер жизни Григорьевского поселения – электро- и водоснабжения, отопления, медицинское обслуживание. Так людей беспокоит проблема с записью на прием к врачу. Почему не можем дозвониться? У них оказывается только два аппарата или два телефона, но в результате идет вызов, а потом пи-пи-пи-пи и все. Я звоню, а они или не поднимают трубку, или что, я не знаю, причины я не знаю. Раньше был один телефон, не хватало, добавили второй, теперь есть необходимость треть. Они постоянно на телефоне берут, но не хватает. Не хватает в связи с тем, что мы в Северскую ЦРГ приняли, практически всех русских специалистов раньше не было, ни кардиологов, ни лоров, сейчас есть все. И поэтому запись увеличивается. Мы, я думаю, уже в феврале, мы ставку уже ввели, сейчас есть им кандидатуру, и будет три телефона. Будем надеяться, что три телефона будут справляться. Подводя итоги встречи, глава района отметил, что несмотря на дотационный бюджет, в поселении делается немало и дал положительную оценку работе местной администрации. Работа кипит. Актив Калужского сельского поселения встретился с главой района Адамом Джаримом, главой поселения Гульфио Иванченко и специалистами районной администрации для подведения итогов работы в 2018 году. Собравшиеся прослушали доклад об изменениях, произошедших за последний год в плане благоустройства, финансирования и социально-культурной сферы. Жителям поселения определенно есть чем гордиться, не остались без внимания и планы на год 2019. Одним из главных аспектов встречи были ответы специалистов и глав на вопросы граждан, которые касались самых разных тем. От благоустройства и вывоза мусора до водоснабжения и электрификации. Каждый вопрос подробно рассмотрели и взяли на контроль. Глава района попросил специалистов уделить внимание каждой проблеме и незамедлительно принять необходимые меры. В конце встречи глава района поблагодарил всех собравшихся за плодотворную работу и активное участие в жизни поселения и района. В Северском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка художника из Якутии Алексея Андреева «Красота моей страны». Совсем недавно живописец переехал в Северский район, осуществив свою детскую мечту. Так исторически сложилось, что юг притягивал к себе немало творческих людей. Богатая растительность, близость моря и гор создавала романтическую картину и будоражила воображение художников и поэтов во все времена. Да и вообще история Кубани – это история переселенцев, вносивших свой вклад в общий культурный климат. Как признается автор, любовь к живописи пришла к нему еще в раннем детстве. Уже позже Алексей поступил сначала в художественное училище, а потом и в институт, закончив факультет живописи и рисунка. На выставке представлена 41 работа. Символично, что Алексею Андрееву исполнился 41 год. Художник попытался продемонстрировать свое творчество максимально полно. Вниманию посетителей музея представлена работа в жанре портрета, натюрморта, флористики и особенно пейзажа. Красота северной природы здесь соседствует с южным колоритом. В переезде на Кубань живописец видит и положительные моменты для переосмысления природы своей малой родины. Очень многие талантливые художники и поэты, они горячо любили свою родину именно издалека. Писали они, особенно тоскуешь, особенно вспоминаешь, когда действительно чего-то не хватает. И я думаю, что это, наверное, даст мне какие-то плоды, эмоции, впечатления для дальнейшей моей работы. На выставке представлено несколько масштабных полотен. Как признается художник, это то направление, которое ему сейчас наиболее интересно. Полотна хотелось немножко масштабировать, понимаете, перейти уже с этюдного жанра немножко на картины. И так как хочется, чтобы это была действительно картина, в масштабе она немножко должна быть такая, развитая. Называется, наверное, профессионализмом, может быть, качество профессионала, переходить на что-то более масштабное, не останавливаться, а именно расти, именно развиваться. Потому что человек, он же постоянно развивается, постоянно растет. А если остановиться, например, на что-то достигнутом и делать какие-то менее масштабные работы, ну, сами понимаете, что это далеко не уйдешь. Теперь Северский район пополнится еще одним самобытным художником, к тому же преподавателем. Алексей Андреев планирует вести в Северском доме культуры кружок живописи и декоративно-прикладного искусства для детей и взрослых. Жители города Уэстбрук, американского штата Мэн, несмотря на мороз, приезжают на местную реку, чтобы посмотреть на удивительный природный феномен. На воде образовался ледяной диск. Его диаметр 91 метр. Можно заметить, что он медленно вращается. Кроме того, каждый день он становится больше. Пока зрители наблюдают, на диске мирно отдыхают птицы. Ледяные диски – это феномен, который ученые точно пока объяснить не могут. Они обычно возникают на изгибах рек. Предполагается, что они образуются из-за подлёдных водоворотов. Под силой течения отламывается небольшой кусок льда. Он постоянно вращается, благодаря чему приобретает форму круга и постоянно растёт. После того, как фотографии диска опубликовали в социальных сетях, он привлёк внимание многих людей, а также мировых СМИ. Кому-то он напомнил замёрзшую луну, а кому-то корабль пришельцев. Редактор субтитров А.Сёмкин